Дальше. Так как мы применили уже UVWMAP, то есть вот этот модификатор, нам нужно запечатать его. То есть, чтобы, если мы хотим с отдельными частями модели работать, нам нужно сначала UVWMAP запечатать, чтобы он не исказился, не изменился. Потому что к отдельным частям, которые мы сейчас будем выделять этой модели, мы тоже будем применять модификаторы UVWMAP. И чтобы не было каких-то там наслоений, переслоений, мы просто сначала запечатаем это в VD-table Poly, потом выделим нужные нам части за телевизором и по бокам от вот этой выпирающей части. И применим к ним, к отдельным этим частям, вот наш материал вот этот вот бежевых обоев красивых. И опять UVWMAP. Box. Так, Real World Map Size не будем. Значит, настроим. Теперь с помощью этого модификатора, то, как у нас эти обои распространяются, насколько красиво, да? Вот, смотрите, если у вас после загрузки текстуры что-то такое, типа повторение некрасивое, то нужно зайти в Diffuse. Diffuse у нас отвечает за, непосредственно за отображение текстуры. Вот мы заходим в него. Нажимаем здесь галочку Apply. Сейчас поймете зачем, то есть применить как бы. И здесь рядом кнопочка View Image. Посмотреть на картинку нашу. И мы можем здесь картинку обрезать таким образом, чтобы она у нас уже повторялась более естественно. Вот видите, я сейчас двигаю красный такой ползуночек. И у нас уже по вертикали обои становятся более естественными. Нужно еще по горизонтали избавиться от повторения. Так, тоже двигаем его по горизонтали. Ну вот, то есть вот таким вот способом мы решаем этот вопрос. Хорошо, вот мы сделали эти обои, но смотрите, у нас кроме Diffuse, вот я сейчас параллельно рассказываю, за что отвечают на стройках материала, параллельно Diffuse, то есть текстурки самой, у нас есть еще Reflect и есть Bump. То есть Reflect, отвечая за отражение, Bump за шероховатость. Мы просто копируем сюда в Reflect эту же карту. То есть через Instance лучше это сделать, чтобы если вдруг мы потом захотим изменить эту карту в Diffuse или где-то еще, она автоматически изменилась и в Reflect и в Bump. Вот тоже через Instance копирую в Bump. Все хорошо, на этой стадии. Значит, вот такой материал у нас получился. И теперь давайте к потолку применим. Значит, потолок, потолок у нас, потолок, это у нас материал Целлинг Цемент. Применяем этот материал и опять UVMap. UVMap. Применили. Я хочу посмотреть, как у нас текстурка легла. Так, он у нас за окном забывает. Ребята, кто-то может слышит. Тут у нас целый детский двор огромный. Так, дальше. Сюда я тоже, я думаю, материал, 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 наверное, сделаем потолка. То есть, на вот эту вот штуку. UVMap. Напишите, друзья, сколько вы рассчитываете за... Ну вот, представьте, что... Ну, у вас в ближайшее время уже есть возможность реально зарабатывать на 3D-визуализации. Вот без ограничений, да, вот, ну, примерно вы же уже слышали, сколько это реально возможно, сколько наши ученики зарабатывали, сколько в ближайший месяц хотелось бы заработать. Потому что без цели, уже давно это известный факт такой, что без цели человек, ну, как корабль без натянутых парусов, ну, куда-нибудь приведет его жизнь, да, но вот к тому, что он хочет, он навряд ли, совсем навряд ли. Поэтому давайте напишем цель, чтобы более плодотворно у вас проходила сегодняшняя работа и получение знаний.